Жители села Галуанта Кауцхенвальского района не помнят, когда из единственного водопроводного крана шла вода. На протяжении нескольких лет сельчане не разы обращались в администрацию района, чтобы им провели питьевую воду. Раньше в этот населённый пункт она поступала из селения Зар, проходя через соседнее село Додут. Но по неизвестным для жителей причинам, вода до них больше не доходит. Нет и растительного канала, и земледелием здесь уже особо никто не занимается. «Мы сталкиваемся с большими трудностями из-за отсутствия воды. Неподалёку здесь находится родник. Там набираем воду, в основном для питьян. Для стирки мы во время дождя наполняем бочки. Так очень трудно жить. Мы просим обратить внимание на нашу проблему». В селише из домов эти люди проживают здесь постоянно. Все они в преклонном возрасте. Многим привозят воду родственники из Схинвала. Единственное спасение для них – это родник, который находится недалеко от села. Несколько раз в день жители здесь набирают воду для питья, для того, чтобы напоить домашний скот и для полива своих насаждений. Вода расходуется очень быстро, и каждый раз её стараются экономить. Но и этот родник, по словам жителей, часто высыхает. «Воды нет. Вот так мы и живём, ежедневно ощущая её нехватку». «Лично мне самой нелегко каждый день добираться до родника. Молодым это не составляет труда, но мы уже не в том возрасте. Летом ещё ничего, но зимой мы испытываем большие трудности». Жители надеются, что кто-нибудь обратит внимание на их проблему. С вопросом, когда до селения Галланта будет проведён водовод, мы обратились к главе Схинвальского района Вахтангу Мамитову. «На новой неделе уже приступим к работе в селе Зар. Мы пока не знаем точно, почему вода перестала поступать. Предположительно, это засорение. Наша техника и сейчас тоже где-то работает. Ведь нехватка воды ощущается не только в этом населённом пункте. Я обещаю, что на новой неделе мы изучим и устраним эту проблему». Глава района заключил, что в скором времени в село проведут воду, и люди перестанут жить в условиях её постоянной экономии.